Заменить свечи, масло, проверить двигатель и обновить наклейки. Подготовить четыре моторные лодки и один катер нужно к началу сезона навигации. Инспектор Леонид Севрюков рассказал, желательно все учесть, чтобы уже на воде техника не подвела. Это сезонное техническое обслуживание, два средств. А иначе, если этого не делать, что будет? Это так же, как и машина. Все требует внимательности и ухода за техникой. Инспекция по маломерным судам – это как полиция, только на воде. На моторных лодках и катерах инспекторы выходят в рейды, чтобы искать нарушителей. Злостных пловцов где не надо или тех, кто на берегу устраивает алкогольные пикники. За то и другое могут оштрафовать на 300 или 500 рублей. В мэрии напомнили, где можно купаться. Пять пляжей на территории города Омска, которые откроют свои территории с началом летнего сезона и пригласят омичей гостей города для отдыха. Все остальные места, справедливости ради, нужно заметить, считаются местами несанкционированного окупания, где купаться запрещено. Запрещено везде, кроме двух пляжей – советского округа, двух центрального и одного в Кировском. Конечно, о купании говорить пока что рано. Кто решится окунуться в ледяную воду? Плюсовая погода в Омске еще не установилась. Однако в мэрии считают, что предупреждать омичей нужно заранее. Речная полиция уже готовится к работе на воде. Эксперты прогнозируют, что буквально через неделю на РТШ пойдет лед. После этого в Омске и объявят сезон навигации для речных судов. Ксения Бесараб, Максим Мартынов, Антенна-7.